Здравствуйте, товарищи зрители! Рад вас приветствовать на моем канале в рубрике «Ответы на вопросы». Для многих людей эта рубрика стала уже любимой, потому что она интересная и освещает не только вопросы здоровья, но и важные общественные вопросы. Как всегда, я выписал понравившиеся мне вопросы ваши, претензии в том числе, которые я должен зачитать. Сейчас я прокомментировать, но вначале я кратко скажу, о чем пойдет речь прямо с верхнего до самого нижнего письма, чтобы вы знали, про что сегодняшнее видео, какие темы я разберу и подробно объясню. Зритель пишет, что с детства болел ЖКТ, желчный пузырь, аллергия, отказался от молока, творога и вот что произошло. Далее про дистиллированную воду, вопрос, который муссируют постоянно, что, мол, это вредно, врачи говорят, потому что там нет минералов. Вот еще раз подробно это поясню, а заодно и про витамин D3, от которого, как некоторые пишут, кальций в сосудах откладывается, там кальцификация происходит и прочее. Далее пишет одна, видимо, женщина, не знаю, что перешла на карниор питание, то есть мясное диета, мясо сырое, и проблемы ушли, живот, по крайней мере, стал плоский. И заключение такое, что мы типа все разные, мы все разные, ух, на это я кое-что отвечу. А далее вопрос, скажите, молоко вредно, что казин в нем, молочный белок вреден, а как же белок сыворотки? Очень важный вопрос, скажу, хотя я тоже его в некоторых видео своих пояснял. Вопрос, насколько вредно жить возле метро в плане электромагнитных излучений, поясню. Далее человек пишет, что вот везде вышки, прочие вредные приборы, мы окружены там от телевизоров до, так сказать, Wi-Fi роутеров, да и на работе все обложено этой техникой. И в школах, как быть, и действительно, это вопросы очень важные. Другой зритель написал, что действительно, вы правы, Михалков действительно говном родителей назвал тех, которые против сериала «Слово пацана» и не умеют нормальных, мол, людей воспитать из своих детей. И вот про это написал и там прямо развил тему подробнее, очень важная, очень важная тема. Давайте это обсудим. А также другое письмо по поводу сериала «Слово пацана», что это продукт пятой колонны. Ну и далее человек развивает тему. Вопрос, а полезен ли черный чай? Далее зритель пишет, моя мама, 31-го года рождения, говорила мне, что я ела в детстве то, что ты уже не ешь, а внучка тем более. Это то, о чем я говорю, и то, что многие не понимают, а хотят жить как попало, есть что угодно, а прожить, как жили их мамы, бабушки и прадедушки, понимаете? Ну и тут же очень важная тема. Соседи стали делать уколы антибиотиков уже цыплятам, чтобы выращивать кур быстрее и типа из деревни экологически чистые а-ля продавать, да? Далее письмо моему сыну 5 лет. Нет, он с двух лет ест спирулину, и не как я глотаю, а прямо наслаждается ей. Интересная тема. Такой вопрос, какую воду надо заливать в приборы, вот эти персональные генераторы водорода и свободных электронов? А следующий вопрос про другую технику. Купила сковородку такую-то из нержавейки, но внутри покрыта алюминием для распределения тепла. Не страшно ли это? Нормально. Про соду надо льгасить или нет? Потом про сайтан, пшеничный белок. Далее протест от одного, опять нытье, мол, про вред микроволновок и телефонов, это любитель чипов. Далее про США, что запускает уже от Эппела очки дополнительной реальности, поговорим. Ну и еще кое-что про электромагнитное излучение. Ну а теперь, дорогие друзья, давайте начну по порядку. Буду все комментировать и хочу наперед сказать все то, о чем я буду говорить. Ссылки на какие-то видео, куда вас буду отсылать в той или иной связи, или на какие-то товары, препараты, неважно. Вот все будет под этим видео. По одной единой ссылке нажмете, попадете на страничку моего сайта youfrolov.blog, прямо на страничку, и там по порядку будут те видео или там прочее с названиями и ссылка. Ссылки все активные, нажали, попали на это видео или этот товар, ну и так далее. Поэтому не спрашивайте и не пишите потом, а где это посмотреть или где это купить. Все пояснил. Ну поехали. С детства болел ЖКТ, желчный пузырь, аллергии. Врачи лечили и говорили, что молоко полезно. В итоге повзрослел, начал в себе разбираться, отказался от молока и творога, как я советовал. И все болезни ушли. Это реально яд. Он запускает аутоиммунные процессы в организме и нарушает кости. И психика страдает. Ну много чего страдает. У меня было много видео про молоко и молочные продукты. Я советую вам хотя бы посмотреть вот это моё главное, где на чёрном фоне меня телевидение там приезжало, снимало. Очень подробно всё понятно объясняю. Под тем видео тоже очень много отзывов, когда люди получили себе болезни и наоборот прошли, когда люди доказались от молока. Проблем, конечно, со здоровьем много, по разным причинам много. Как и причин рака, их, вот у меня есть видео, основных 7 групп причин онкологии. Причин много, но это одна из причин. Иногда люди, убирая молоко и молочку, болезни проходят. Иногда этого недостаточно, организмы уже запущены. Кстати, очень интересное у меня было видео, где я доказывал, показывая старую книгу, где японцы в старые времена, когда эпоха мореплавания была, первые европейцы приплывали, и японцы были в шоке от дикарей европейцев, которые пьют белую кровь молоко, потому что они никогда не пели, ну и едят трупы животных. Будет интересно, посмотрите, ссылку оставлю, и вот вам, как говорится, на экране кадры из этой книги. Да, я во многих видео своих пояснял, что сахарный диабет только не второго типа, а первого типа, который является аутоиммунным заболеванием, когда клетки поджелудочной островки Лангерганса полностью разрушаются, бета-клетки, продуцирующие гормон инсулин, разрушаются они от того, что очень похожа последовательность аминокислотных звеньев белковой молекулы белка Казина, молока коров, например, да, и вот этих островков Лангерганса. Иммунная система путает иногда, потому что любой чужеродный белок, попадающий в организм, который поступает в кровь, пройдя ЖКТ, не разобравшись полностью до аминокислот, а это происходит при потреблении молока, тем более творога, тем более вообще сыра, который там концентрат Казина. Рано или поздно это происходит, и это могут быть другие аутоиммунные заболевания, но, например, это появляется именно таким образом, организм как бы переключается на уничтожение наших родных клеток организма. В этом вообще принцип любого аутоиммунного заболевания, просто разрушается определенная группа клеток в нашем организме. Это может быть там щитовидная железа, это может что угодно, в данном случае поджелудочная, именно островки Лангерганса. Это от молока и молочных продуктов происходит, это только вот, как говорится, одна из проблем, краеугольник. Поймите, после определенного периода онтогенеза, индивидуального развития организма, когда млекопитающее, любой животное, мать, кормит своего ребенка молоком, что, естественно, происходит переход на видовое питание, и любое животное на нашей планете, млекопитающее сотен видов, тысяч там, да, как и человек, должен переходить на видовое питание и есть уже ребенок, когда грудной период закончен, только пищу, ну, которая характерна для данного вида животного. Вот и все. Остальное извращение, из-за любого извращения природа нам жестко, как говорится, нас наказывает, что вполне естественно и справедливо. Ну, да ладно, идем дальше. Странно, пишет мне человек, что вы рекомендовали пить дистиллированную воду. Ну, или после обратного осмоса, как я всегда говорю. Вообще-то медики категорически запрещают поступать таким образом, дистиллированная вода для питья не годится. Значит, когда в советской системе старой, медицинской, у меня и бабушка была врач, еще тот самый старый, да, довоенный, да, то я хочу вам такую вещь сказать. Была такая вообще процедура электрический сон. Это было показано даже в фильме «Любовь и голуби», когда там Гурченко лежит, вот это вот, засыпает там. Так вот, что я вам хочу сказать. Давали в обязательном порядке дистиллированную воду. Ну, ладно, кто-то скажет это, так сказать, вот временно, чуть-чуть. Я объясню еще раз, в который раз вам, в чем здесь бред медиков. И, кстати, если вы хотите, чтобы кто-то со мной побеседовал, вот вы к такому врачу только не говорите, в чем дело, а скажите. А вы не хотите, вот ты, чтобы потом публично это показали, побеседовать, попытаться доказать то, что вы мне сейчас говорите, что дистиллированную воду пить вредно и почему? Ну, они скажут, потому что там нет минералов, а минералы в организм должны поступать, микро-макроэлемент. Только вот я вам что хочу сказать. И если такой, говорят врачи, это профнепригодность, так же, как врачи в виде, например, что у ребенка особенно, или у мужчины в первую очередь. Например, железодефицитный анемии, железа не хватает, гемоглобин низкий и не направляют сразу, срочно сдавать анализы на аскорит там и других паразитов, то это профнепригодный врач. Потому что он не понимает причины следственных связей, очевидных. Вот я вам что хочу сказать. Минералы, так необходимые нам для жизни, надо получать из еды, а не из воды. Центры сверхдолгожителей находились раньше только в тех местах, там один во Вьетнаме, один там в Абхазии, значит, ну, в разных, Линкарань, там, да, на Кавказе и прочь. Только там, где местные люди, те, кто жил долго, группы этносы, они пили воду, близкую к дистиллированной, то есть почти с нулевой жесткостью. Никакого карбоната кальция там не было. И, кстати, в этом смысле, друзьяк, который как продлить быстротечную жизнь, что-то такое про кальций, там у него видео основное, вот, не видео, а книга, совершенно прав в этом смысле. Но органическая форма кальция, органит кальция, или, например, в хилатной форме, когда минералы находятся в составе более сложных органических структур, получаемых нами из живой растительной пищи, например, живой растительной. Хотя ради справедливости скажу, что в данном случае, например, из сырой животной пищи, например, кто вот на том же корневор ест сырое мясо, вот сейчас дойдем до этого, то тоже минералы получат, пока они не прошли эти компоненты, там, мясо или, там, овощи, термообработку. Потому что тогда выпадает тот же кальций в осадок. Мы это видим, когда чайник кипятим, осадок видим, да, а до этого были молекулы растворены между молекулами воды, то есть находились в другой пространственной конфигурации. Ну, короче говоря, я подробно все объясняю, там, почему не стоит жарить или варить пищу. Такое видео у меня было, можете его посмотреть, я там все это обосновываю досконально, поясняю, вот буквально как для школьников в советское время на палочках. Ну, а теперь вы, наверное, поняли. Итак, минералы надо из пищи получать, а вода как раз обязательно, если вы не хотите губить и почки свои, да вообще весь организм, должна быть как раз с нулевой жесткостью. То есть после системы обратного осмоса, у меня было такое видео, какую воду надо пить. И, кстати, скорее всего, я про это уже года два говорю, но мы введем, наверное, в продажу такие уникальные приборы системы обратного осмоса, не которые с бачком, потому что бачки, накопители, там внутри полимерное покрытие. Вы представляете, сколько там вода находится, ну, пока вы кран не открыли, а там, это, ну, это все равно, хочешь нет, переходит в организм, это очень вредно. А системы, где мембран в 10-20 раз больше, и насос стоит, когда в режиме реального времени он проталкивает под давлением воду, очищая ее от всех солей и вообще от всего, там, вплоть до бактерий, там, и так далее. И вы уже прям получаете в реальном времени, вода льется, вот, как говорится, вот это самый идеальный вариант, самый идеальный. Ну, и поэтому дистиллированная вода, наоборот, не вредна, а полезна. Теперь, что касается, приведу просто параллельно такой же, вторая вот глупость несусветная. Витамин D3 принимать нельзя, потому что кальсификация сосудов начинается, потому что он связывает кальций. D3 витамин, у него очень много функций, но одна из них проводит кальций в костную ткань. Поэтому он очень важен, но эта проблема опять из-за профнепригодности врачей, что якобы это проблема, проблемы нет. А проблема в том, она есть, что у кого такая кальсификация и прочее происходит, это значит у человека дефицит другого витамина при этом, К2. Потому что есть дефицит К2, К2 удерживает кальций в костях и не дает в сосуды поступать и в сосудах плавать, превращаясь вот в те же дохолестериновые бляшки, как арматура в бетоне, но это кристаллы кальция. Вот все это, когда перевес идет, перекос, когда D3 витамина действительно много, а К2 мало, вот это происходит. Так проблема не в D3, он необходим, а в том, что К2 витамина мало. Короче, посмотрите мои два видео хотя бы про липосомальный витамин К2 и про липосомальный D3. Почему липосомальный, там поясняется вообще, что это такое и почему принимать надо, потреблять витамины и минералы в идеале именно в липосомальной форме. Вот, значит, ссылки я все оставлю, как уже говорил. Ну а теперь я перешла на корневор. Это значит мясо сырое ест, ну как бы представляю из себя такого некого неандертальца, потомка прямого. Хорошо? И все изменилось в лучшую сторону. Во-первых, вы всегда, когда такую радость пишите, честно, не обманывая, пишите, как долго вы это перешли на корневор. И в скобках пишите, что конкретно вы едите. Все, перечислите, что за неделю. Если вы только мясо, пишите, воду пью и ем только мясо, говядину, такое перечисляйте. Мне это очень интересно, я это все потом проанализирую. И все изменилось, все, главное. В лучшую сторону от растений и каши у меня живот был как 9 месяцев. Теперь плоская, ну была инсулинорезистентность, понятно, подкожные жиры, висцеральные даже, я уверен, печень ожиревшая. Потому что вы не только это, я думаю, ели, не только кашу. Опять-таки, что вы ели, не написали. Каши, как будто от каши. Это вы так считаете, а может там еще кое-что было. Теперь плоская и незаметно, что поела. Ну так и что? О, естественно, да, я про это всегда говорю, это естественно. Мы все разные. Вот этот идиотский, дебилский вывод, вывод сделал. Мы все разные. Нет, мы все одинаковые. Вы что, антилопа? А этот кто-нибудь, там, муж ваш зебра, например, там, вы все разные. Что за что? Все экземпляры внутри популяции одного вида, скажем так, вот даже, скажем, особи одного вида, они все одинаковые. Вообще все одинаковые. А разные только потому, что разные болезни, стадии запущенности, потому что вы, кто-то курит, пьет, кто-то не курит, пьет, но при этом там же ест шашлыки только, так сказать, кто-то этого не делает. Вот только в чем разница, говоря о болезнях. Но мы все абсолютно одинаковые. И биохимические процессы у нас идут тоже абсолютно одинаковые. В этой связи я очень рад и хочу вам представить мое видео, как раз где все это я досконально объясняю. И с такой бабушкой-душкой я подробно как бы заочно беседую, объясняю, что почему получается то, что ее, скажем так, пациенты, ну ладно, пациенты, вот, поправляются, выздоравливают. Но почему она не права в корне? И почему это получается? Ну что будет дальше? Спустя годы определенные, не очень далекие. Это видео, анализ, аналитика одного видео на одном канале в ютубе с дамой, которая, так сказать, русская, скажем так, российская, ну русская, да, татарка советская, которая эмигрировала в Англию, вышла замуж там за англичанину. И теперь у нее там какая-то Наталья, типа Наилевна там, значит, это я по памяти, Кэмпбелл Макбрайт. То есть просто круто звучит, но важна же суть, что она там говорит и что я на это отвечаю. Это вообще мощнейшее аналитическое видео по теме питания, вот это мясо-не мясо, корневор, палео. Посмотрите, все будете просто наслаждаться и перешлите это тем, кто, так сказать, болезный, психически в первую очередь. Но дело в том, что я это видео сделал, потому что мне было одно письмо. Там начнете смотреть, все поймете, я там как раз всю эту предысторию кратко вначале даю. И там есть еще минутные ссылки, как многие любят, хотя это видео на час сорок. Все, значит, вы смотрите на моем канале главном, вот это видео. Идем дальше. Юрий Андреевич, есть вопрос не по теме данного видео, вот этого нет, но по ряду других ваших работ. Вред молока, вреден только казин, молочный белок, или также белок сыворотки. Если есть возможность употреблять сыворочные протеины из трех фракций, изолят, концентрат и гидролизат, да, будет ли это вредно? Для чего употреблять? Чтобы отказаться от мяса. Еще чем заменить? Чтобы не было по силовым показателям, видимо, человек там занимается, качается или что-то, да, вопрос тогда актуальный. И по выносливости работы с отягощением на силу, а также бег. По бегу, вот даже есть фруктоеды известные, в том числе русские, где-то там в Америке, в книгу Гиннеса внесен. Марафон 100, что-то я боюсь ошибиться, 24 часа марафон, 24 часа без перерыва бежал, что-то 170 с чем-то километров. То есть самое, вот на том же даже фруктоеде, хотя это в отдаленной перспективе проблемы, и кто мало калорий при таком питании тратит, там будут другие проблемы. Я про это анализ МакБрайн вот это и все рассказывал про это. Но в принципе для наращивания мышечной массы любой подойдет белок, не любой, но я советовал бы самый лучший, конопляный протеин, а лучше 4 в 1, вот изучите, зайдите по ссылкам, почитайте, или аминопротеин с витамином В12. Но я отвечу на ваш вопрос, да, без проблем. Совершенно другое дело сывороточный белок, потому что это низкомолекулярные белки, они высокомолекулярные, тем более как козин, для расщепления которого недостаточно никакого пепсина, желудка и кислой среды. А еще нужен фермент ренин, только не путайте с гормоном надпочечником ренина, потому что один пишется с двумя, N другой с одним. А когда я это говорил раньше, находились и такие негодяи, которые там меня, о, он ничего не знает, это никакой не фермент, малогормон надпочечников. То есть я просто в шоке, какие люди тупые, и вместо того, чтобы чего-то хоть чуть-чуть изучить, несколько секунд что-то набрать, они начинают выпендриваться. Есть такие, много таких, но скажу так, что подколоть или там уязвить меня чем-то найти несоответствие невозможно. Теперь, что касается сыворотки, и так, да, можно, но я вам привел варианты нормальные, веганские, ну, вы можете сочетать, можете сочетать. Вот, а, и вот, конечно, чтобы умственная деятельность не снизилась. Что касается умственной деятельности, об этом у меня вообще было отдельное видео недавно. И там в этой связи три глобальных компонента. Во-первых, на умственную работу, и у многих такая есть проблема, сейчас она с разными вещами связана, не только там с дефицитом B12, хотя часто с этим. И у веганов бывает в связи с дефицитом B12. Но, есть такой гриб герицей, я советую его принимать, он улучшает мозговую деятельность, там, память и так далее. И, конечно, уникальный препарат профессора Исаева, кавьер-ламин. Ссылку в видео про кавьер-ламин я оставлю вам тоже под этим видео, ну, и на сам кавьер-ламин. Ну, и третье, в моем последнем видео про мозговую деятельность, так сказать, утомляемость, усталость и память, я еще называю один очень мощный антиоксидант. Сейчас называть его не буду, посмотрите видео, поймете. Вот, комбинируя три эти, даже те люди, гарантирую, у кого память просто ухудшается, вот если будут применять эти три компонента, через месяц, ну, максимум два, память улучшится. Однозначно, это просто факт. Ну, это просто, к слову, сказал, потому что это тоже проблема касается многих сейчас. Так, следующий. Юрий Андреевич, осветите, пожалуйста, тему, насколько вредно жить возле метро. Вы знаете, в принципе, вообще не вредно, потому что, если вы говорите о электромагнитных, мощных каких-то излучениях, то это у вас экранируется и почвой, и бетоном здания, там, фундаментом и так далее. Так что никаких проблем в этом смысле не переживайте. Нет, 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 нет. Гораздо вреднее, около, вот, когда из окна вы видите линии высоковольтные, там, провода, или, тем более, когда на крыше где-то домов поблизости стоят ретрансляторы, вышки, вот эти сотовые, там, и Wi-Fi точки, и это гораздо страшнее. Так что даже про это не думайте. Но у меня было недавно видео, это вот как раз из-под него, где я с Владимиром Николаевичем Тюняевым, мы разбирали тему очень так эмоционально, особенно я там с середины видео прям не мог остановиться. Вот про тупость людей бесит страшно. И вот это желание, знаете, чип себе в жопу вживить, я уже по-другому это сказать не могу, сейчас объясню, что это означает в очередной который раз. Так вот, там это видео, вот, просто, оно называется, все там, докатились, или там, люди, проснитесь, как-то, качнитесь, и вот, стопроцентное доказательство вреда, там, СВЧ излучений. Да, вот такое видео, вы его обязательно посмотрите. И про защиту там сказано, но главное, вот, под ним дана вся выкладка, аналитика, доказательства на эту тему. Идем дальше. Мы живем во времена мобильной связи, компьютеров, интернета, вышек и прочих вредных электроприборов и оборудования, да. Но мало кто и правда задумается и что-то делает в связи с этим. Сами, кто продвигают всю эту фигню, по-другому скажу, человек жестче написал сокращение букв, и вовсе не пользуется, или очень мало. Ну, Билл Гейтс, он, так сказать, там и детям, там лет не помню до каких, не давал вообще в руки, это никакие смартфоны, и действительно отключают, и очень многие пользуются там полчаса в день. В общем, это абсолютно так, да. Плюс привязка идет, навязанная ко всему вредоносному. Ну, да, по телевизору смотреть нечего, и люди смотрят все в интернете, а это каждый день, и порой даже в течение всего дня, ну, тыкаются, сидят, вот, просто как зомби, вот этот смартфон, противно, так сказать, просто даже. Абсолютно верно, и меня это страшно раздражает. И на работе все обложено это вредностью, и в школах, и еще не дают от себя, уже говорю, Wi-Fi отключить поганый и перевести на работе, как у меня, например, у всех сотрудников, и в одном месте, и в другом, и в третьем, у всех везде провода проведены. То есть, понимаете, это же несложно, это, конечно, дороже во много раз, чем поставить Wi-Fi роутер, и везде херачит это, извините, вот эта вот гадость распространяется. Я, например, везде это сделал всем, вне зависимости, себе или любому ли моему сотруднику, это потому что я понимаю, что это такое, я бы жить спокойно не смог, что я убиваю людей, да, я себя не убиваю, других не хочу. А как это влияет, вот кто сейчас захочет выпендриваться, один тут такой написал, уже чуть дальше зачитаю, так вот мое видео, посмотрите, то, о чем я только что недавно говорил. Далее. Как вы правы, считаю, что обвинять родителей, в скобках, Михалков действительно назвал говном тех родителей, которые против этого сериала, по-моему, он там, знаете, как сказал, ну, может, и вы правы насчет сериала, по-моему, он тех назвал, кто не может детей, а, ну да, он в этой связи, что, а те родители, которые воспитать детей нормальными людьми не могут, просто говно они родители, супер просто. И оправдывать поганые во множестве своих подтекстов сериал именно в скрытых смыслах и целях его вред, конечно, в подсознании, что несет он, что с какими чувствами, мыслями и, главное, подсознательными установками выйдет человек, особенно молодой, неокрепший человек, после просмотра этого сериала. Я его обязательно посмотрю, обещаю вам, разберу досконально, потому что я, как очень мало кто, почти никто, это я не выпендриваюсь, это меня даже раздражает, потому что я вижу, я и чувствую, и вижу, и обосновать могу то, что вот ни одна скрытая хитрость от моего взора не ускользнет. Я это все чувствую моментально, сразу и глубоко. Вот это я буду разбирать, я вообще хочу отдельный канал сделать, я буду разбирать очень глубоко разные видео, и плохие, и хорошие. И тем самым, кстати, вы сможете рекомендовать своим детям, внукам там и сами смотреть прекрасные фильмы, с которых много чему можно хорошему научиться, ну, говоря о молодежи, конечно, в первую очередь. Получить, так сказать, в жизни вот этот стержень позитивный и вырасти хорошим, честным, порядочным человеком. Ну, далее. Это мерзость крайней степени. Не устану благодарить вас, что поднимаете эту тему. И как за силе гадости разного рода и родителям сейчас очень тяжело, надо выживать, зарабатывать, и не все умеют объяснить, как следует, вот о чем я и говорю. А кто-то не то, что не умеет, а даже просто лень или там устают так, что, ну, понятно. А враги и России, и всего человечества, которых много, и они в основном громко и цинично себя проявляют, ну, выслуживаются, конечно, пользуются этим незнанием, неумением, нежеланием времени отсутствия у людей, у народа, и уничтожают, расслевают множество детей. И что еще важно, этот сериал, как мне кажется, больше опасен именно для регионов. Абсолютно вы правы. Небольших городков, поселков, конечно, там, знаете, такая ассоциация, как преемственность будет сразу, да. И возможность, что страшно, почувствовать себя кем-то таким, знаете, значимым. Ведь люди сейчас живут, особенно на окраинах, чувствуют себя унижены, обижены. Многие, что вот они далеко от центров цивилизации, от всего того, что по телевидению показывают, ну, или блогеры там, про красивую, успешную, богатую жизнь особенно. А этим самым они как бы будут себя успокаивать подсознательно, что мы тоже значимы сколачиваться вот в такие, как бы, псевдо, а может быть, потом и в настоящие банды. Это очень страшная подрывная работа, абсолютно верно. Но, может быть, я не прав, и я посмотрю, я очень уже точно доска... Я одну серию смотрел первую, и я считаю, что абсолютно так. Но я досмотрю, я честный человек, не буду пока утверждать на 100%. Там как раз и так сложнее бывает социальная жизнь. Ну да, о чем я и говорю. А теперь дети в большой опасности, потому что потихоньку их будут гнобить те, кто и так был склонен к этому. А теперь у них и музыка, и романтизация, да, усилена сериалом. Ну, так и есть. Жалко детей, которые станут жертвами, это страшно. А это ведь наш народ, будущее нашей страны. И последнее, как показательный пример, там есть унизительная сцена, где актер в форме времен Афганской войны ездил на велосипедике в кругу, и ему аплодируют. Это отсылка к цирку. Это внедрение их отношения к военным и как параллель к тому, что сейчас происходит. Глубоко. Вот вам и сериал, который кто-то защищает. Вы знаете, похоже, так оно и есть. Совершенно я согласен. Скорее всего, вот этот момент тоже абсолютно человек прочувствовал адекватно. Так оно и есть. Ну что ж, идем дальше. Ваше мнение, другой человек пишет, о водке в бесогоне. Ну, когда заканчивал Михалков последние свои бесогоны, выпивал там, бухал, да, водку. Это тем самым делая пример и образ, который копировать будут многие люди, те, которые бы не стали, а теперь станут. Вот, безусловно, потому что лидер мнения, так сказать, это происходит на автомате у определенной части населения. Это страшное преступление, которому Михалков, да, при том, что я с бесогонными его, ну, всегда практически вот просто радуюсь выходу их и согласен почти на 100%, но вот то, что он творит в конце, это просто страшное преступление. Так, ну да ладно. И защите Михалкова в сериале тоже вот человек говорит, слово пацана полностью поддерживаю. На мой взгляд, слово пацана это продукт пятой колонны. Много такого снимают, но этот выделился особенно. И водка, и видео, и поддержка этого сериала очень пошатнула положительное мнение об Михалкове. Вы знаете, да, и у меня тоже. Но человек, видите, как деликатно, аккуратно, корректно пишет. Так же, как и вы, считаю, что все равно. Он много хорошего сделал и делает своей авторской программой бесогон. Вот такие странные противоречия сложились. То есть, надеюсь, этот авторитетный для миллионов человек перестанет пить в конце каждого видео. Знаете, я тоже очень надеюсь, я бы лично тоже бы ему многое объяснил. Он, конечно, считает себя одним из самых умных людей, так сказать. Но, тем не менее, я, конечно, бы нашел слова, которые бы он либо признал сразу и, как говорится, покаялся по отношению к себе самому, даже перед собой. Или чуть позже. Но это в любом случае произошло, потому что мои бы эти слова, которые я бы ему сказал, не смогли бы из подсознания у него уйти. И мучили бы его совесть. Она у него есть. Так вот, что я хочу пояснить. Дело в том, что в своих предыдущих двух или трех видео «Ответы на вопросы» я вот эту тему поднимал о Михалкове. И поэтому оттуда ноги растут, а люди мне пишут под разными видео, под теми в том числе. Я вот здесь как раз вам зачитал и это пояснил. Следующий человек пишет. А черный чай полезен? Неужели лень, в который раз говорю, набрать в Ютубе фролов пробел и чай? И вы бы увидели, сразу мое видео выскочило бы от чая. Черный, зеленый. Посмотрите это видео и все будете знать. Да, ну и по аналогии, любая тема, которая вас интересует, чтобы я типа осветил ее. Но попробуйте набрать фролов в Ютубе пробел и вот там печень, почки, я не знаю там, или какой-нибудь витамин, например, там витамин С, например, или там что-то. И вы, как правило, это найдете сразу, мои видео. Следующий комментарий. Вот видео давнешнее. Читаю комментарии. Как же не образован народ у нас в плане питания. Грустно, рассуждения такие, ну смешные. Рассуждают про прапрадедов там, что они ели. А вы откуда знаете, что они ели? Моя мама, 31-го года рождения, говорила мне, что я ела в детстве, ты уже этого не ешь. А моя внучка тем более. Она 80 орехи зубами раскалывала, разгрызала. Это про предков. Теперь про мясные продукты. Да, я в этой связи хочу сказать, что некоторые любят до сих пор глупости говорить, вот о чем я много раз говорил, что вся эта фигня, мол, ну на то, как правильно питаться. Я говорю, он мой дед пил, курил там, все что угодно жрал, 95 лет прожил. Мне пришлось для дебилов сделать видео, которое я назвал, дед пил, курил, ел все подряд, прожил 95 лет, а вы-то тут при чем? И вот тут-то и заключается момент, которые люди глупые, потому что любой хоть вменяемый, маломальски образованный, просто разумный человек, который умеет рассуждать, мыслить, должен то, что я там объяснил, понять и так сам и сразу. Но, к сожалению, это не так. 35 лет последних сделали свое дело и когда-то из умного мыслящего, обладающего логическим мышлением народа превратился в целом народ в то, что вот мы имеем, почему мне приходится биться головой о стену и объяснять, как надо логически мыслить. Даже вот так глубже возьму. Ну да ладно. В общем, это видео, ссылку на него я тоже вам оставлю, дед пил, курил, понятно, да? И вот дальше человек пишет, что он тут несколько тем поднял. Теперь по мясным продуктам. Вы видели, с чего делает колбасу? Хорошо, если там есть хоть обрезки с голов скотины. Ужас. Да-да, а сосиски? Закупили в Китае оборудование, которое даже кости перемалывает так, что получается паста. Абсолютно верно. Второй вопрос. Чем кормят? Нет, ну глобальные вопросы. Мы даже тут отходим от вопроса, что это вообще вредная еда, мясо, что это не человеческое питание. Кстати, мое видео в этой связи, посмотрите, мясо надо есть, в кавычках такое название видео. Ну да ладно, сейчас мы даже опускаем все это. Второй вопрос. Чем кормят скотину? Я стал одержать кур и индеек на даче. Не даю антибиотиков. Осенью пошел мор на кур, всех зарезала. Индоутки имеют более сильный иммунитет, а соседи стали... Уколы антибиотиков давать даже цыплятам, чтобы вырастить их. Проблем у них с здоровьем как бы, ну не умерли ни от чего, ни от каких эпидемий. А у них же это все искусственно выведено и ослабленный иммунитет. Это вообще держать такую нельзя по-хорошему. Нужно сильную, если уж держать крепкую, старых пород, там, кур. Вот у меня проблем с какими-то эпидемиями нет вообще. Это сибирская хохлатная махноножка, ну или там другие старые породы. Ну это ладно. Вот вам и домашние куры яйца. То же самое со скотиной. Вы пьете антибиотики? Вопрос она спрашивает. Вот приплюсуйте антибиотики от мяса. Я вот, например, антибиотики вообще не пью. Моя семья тоже, да? И не советую. Ну, так сказать, ладно. Вот приплюсуйте от мяса. Что еще вы через... Да, конечно. И получается, что... Это ладно еще это. Там еще не то. В комбикорма замешивают, когда в промышленном масштабе выращивают. И получается, что когда вы заболеете, лекарства на вас действовать не будут. Это тоже... Но тут дело даже не в этом. Чем вы травите себя, печень, почки, весь организм? Иммунитет нужно поднимать. Это вам говорили врачи? Нет. Потому что они солдаты фармакологии, фармафии. У них нет задачи вас лечить. Я добавлю от себя, как в советское время была задача, чтобы не было больных. То есть участковые, профилактика у нас очень в СССР была развита. Что профилакторис она, чтобы не было больных. А сейчас, наоборот, больные должны быть. Да, понимаете, почему я даже объяснять не буду. Вы сами должны заниматься своим здоровьем, а не болезнями. Насчет биодобавок. Пью более 20 лет. И вот это главное, почему я решил опубликовать. Пью БАДы более 20 лет. Карточки в поликлинике нет. Там много факторов, конечно. Но почему сейчас в наши дни это важно? Потому что в наши дни дефицит важных питательных элементов пищи, любой, есть по той или иной причине, даже интенсивного там сельского хозяйства. Я уж не говорю про другие проблемы. Но нельзя в наши дни без добавок определенных. И я советую вам писать видео, кстати, мое, а что же тогда есть. Ну ладно, идем далее. Никакими вирусами не болею. Стараюсь периодически делать очистку организма от шлаков токсина. Правда, надо было написать, какие именно. И возмещаю недостаток минералов, витаминов через БАДы. Главное, встать на путь здоровья, осознать, что твое здоровье нужно только тебе. Ну, там и близким, видимо, да. И быть благодарным тем людям, кто пытается вам помочь, осознать это спасибо, что дочитали до конца. Ну, а я вас благодарю за это письмо. Идем далее. Благодарю, Юрий Андреевич, за полезную информацию. В нашей семье давно принято принимать спирулину и куркуму. И знаете, что самое интересное? Моему сыну 5 лет. Он с двух лет кушает спирулину. Я глотаю, а он прямо наслаждается. Ей, ну, видимо, сосет и ест. Мы пробовали разные марки спирулины. Но с тех пор, как нам попалась ваша, вот наша, вот эта спирулина, мой сын только ее и просит. И не обманешь его. Ну, то есть это не плацебо, ничего. Да, а разница, она биоорганическая из дикого озера, а не лабораторная химоза. Попробовала давать другое, он говорит, что ни вкус не тот, не нравится. И еще мы очень вам благодарны за антипаразитарный набор, за микросферы, за генератор воды. Мой сын третий год не болеет, в садик ходим регулярно, а когда меня спрашивают, что я ему даю, я направляю его на ваши ссылки, на видео. А люди, как спящие, в ответ мне говорят, что это я, типа того, верить какому-то дядьке, ну, дебилы, в общем. А я им отвечаю, результат это налицо, бесполезно. Еще раз огромная вам благодарность. Ну, во-первых, это говорит о том, да, я вас благодарю за это письмо, что люди в основном зомби, что они не понимают, а тем более там деньги на что-то тратить не хотят, кроме на то, к чему привыкли. Не потому что там денег нет, что это разговор совершенно не в той области, а потому что они себя убеждают, что это не нужно и без этого можно. Я лучше сейчас сэкономлю и, так сказать, буду вот жрать, что хочу делать, что... Ну, а понимаете, конечно, некоторые просыпаются, но когда уже поздно. Когда, так сказать, им приходится миллионы тратить, продавать там квартиры или что-то, когда онкология, а причины тут всегда объективные. И совершенно вы правы. Ну, как говорится, завтрашний день куем мы сегодня. И от того, что едим мы как, какие добавки, очень многое зависит завтра. И действительно, вот пока еще человек жив-здоров относительно. Ему не так многое надо кое-что убрать, что-то добавлять. Обязательно. Вот хлорелла, спирулина, все правильно. Ну и вот видите, вот что перечислили. Антипроэстарные программы обязательно. Паразиты есть у всех. Вопрос, какие, где, в каких органах и тканях. И уж тем более вермокс декарис и прочую гадость, которая приводит к раку печени, крови и так далее, принимать нельзя. Ссылку на антипроэстарный набор, вот этот, я вам оставлю. Ссылку на мое главное видео по паразитам, которое там в 2014 году вышло, где я все объясняю подробно, тоже оставлю. Ну и вот, а про что такое микросферы, ну там будет ссылка, захотите, посмотрите видео. Следующее письмо. Здравствуйте, я вас сегодня нашла, сегодня. И сразу подписалась. Спасибо вам огромное за бесплатную информацию. Пожалуйста, не все это, к сожалению, ценят. Слушая ваше видео о здоровой воде, решила купить этот прибор. Ну вот этот, Неопен. Скажите, пожалуйста, какую воду туда заливать? Из крана или... Живу я в Берлине, тут вода не так уж, не такого хорошего качества. Понятно. Я покупаю более 8 лет в стеклянных бутылках. Правильно, потому что пластик обычный содержит бисфенола и другие вредные вещества, которые в организм перейдут. Это просто страшное преступление перед собой и детьми, семьей. Замучилось уже таскать. Но все равно, сомнения о хорошем качестве воды. Да, сомнения и тут могут быть, но там, правда, все-таки проверяют, совсем уж плохое не будет. В стекле покупайте. Но таскать, там деньги зачем выкидывать? Ну, у меня было такое видео, вот вы жалко только не набираете, в ютубе набираете фролов. Какую воду надо пить? И про обратный осмос. Видео будет в том числе, ну и другие. Ставьте систему обратного осмоса. Но я советую ту, которая со своим насосом не имеет бачка внутри полимером покрытая, потому что накопитель, да, воды, это вредно. Значит, такие мы тоже будем скоро продавать. Ну, вот я их год уже тестирую. У меня, у моей дочери, ну, у дочерей стоит в отеле уже стоит, у меня в доме стоит такая система. Я об этом, наверное, видео скоро все-таки сделаю, да. Так что правильно, что вы купили Neopen, вот этот персональный генератор водорода свободных электронов. Про него видео, где с коллегой я все объясняю, про вот эту новую последнюю модель, уникальную, тоже оставлю вам под этим видео. И вот то, что я посоветовал. Система обратного осмоса. Ну, пока пользуйтесь дальше водой из бутылок, а потом мы, захотите, у нас тоже сможете приобрести. А в Германии мы, как вы знаете, ну, вы знаете и другие, чтобы знали, скажу, отправляем в любые страны мира наши там приборы, товары, ну, практически в любые страны мира. Следующий вопрос тоже предельно важный. Юрий Андреевич, купила сковородку, я такую не знаю, попробую зачитать. Z, W, потом, в общем, Zwilling из нержавейки. Но внутри алюминий, я вообще в шоке, да. Ну, представляете, какие дебилы. Нахрена-то они нержавейки. Сделали бы полностью алюминиевую кастрюлю для распределения типа тепла. Ну, тогда уж из меди лучше, она уж лучше распределяет, чем алюминий. И это, наверное, ничего. Это ничего хорошего. Это ужасно. Выкиньте такую. Нафига вы купили? Алюминий, тем более при нагреве, алюминиевая посуда вообще быть не дано. Она удобная, легкая, ну, тогда уж лучше титан. А, дороже гораздо. А здоровье еще дороже, нет? Или дешевле? Так вот, либо титан, либо чисто нержавейка, причем, которая не магнитится. То есть, там, медицинская хирургическая сталь, типа того, ну, типа цептора, там, ну, типа, да, ну, такие много фирмы. Она дорогая посуда, но он раз на всю жизнь. Из нержавейки. Либо это керамика, либо стекло. Ну, куда еще? Вот, ну, сколько я вариантов перечислил, да? Это можно. Посмотрите мое видео, из какой посуды есть нельзя. А еще видео про хрусталь. Потому что то, что мы называем хрусталем, в сервизах, в сервантах стоит, там, у бабушек, никакого отношения к хрусталю это не имеет. Магнит – это стекло со свинцом, и это очень вредно, ну, есть пить из такой, вернее, да, посуды. Но это не хрусталь, чтобы вы просто понимали. Вот, ну, для интереса. Будет интерес, посмотрите. Ну, а по нержавейке я вам ответил. И магнит, чтобы не приставал. Потому что если магнит – магнит, с этой нержавейкой ужасно низких марок, где в составе куча железа, там, я уж не говорю про никель и прочее. Короче, ни в коем случае. Почти все, что дешево, оно плохое. В наши дни. Это не в советские годы, когда там действительно, ну, кроме, ну, таких вещей, про которые просто не думали, не задумывались, про алюминий. Кто-то будет, что специально, нет, конечно, просто не думали о таких вещах. Так же, как и курили раньше, вон, в самолетах летали, курили. Почему, что вредили специально людям? Нет, просто дураки, не знали, не понимали. Медики даже сами, ну, чего же говорить, курили. Или там, знаете, вы не удивляетесь, что на ВДНХ, когда это было, вот, 50 какой-то там, 4-й, 5-й, 6-й годы, там был открытый маленький атомный реактор, куда сверху, вот так, пионеры приводили, смотрели. Это столько людей, потом от рака умерло, опять, специально, нет, конечно. Потом эту историю, ну, понятно, что и лечить стали, пытались, и замяли, потому что не знали просто, как атомы, это в других странах так же. Это вот, так сказать, к сожалению, вот многое, понимаете, что цивилизация производит, ну, и прогресс научно-технический, он вот вам доказательство, он не во всем полезный, не во всем. Но надо полезное принимать, а не полезное выкидывать из своей жизни. Это так же, как и про Wi-Fi. Вот вам примеры с атомным реактором, туда пионеры смотрели, и потом умирали от рака, и все, кто там работал. А, так сказать, или там Кюри, вы знаете, да, они там от рака умерли, муж с женой, потому что они с радиацией, или там тот же Курчатов, вы же понимаете, да, что тоже от рака умер, почему? Ну, понятно, почему, вы же не воспринимали радиацию как вред. И вот вам то же самое с Wi-Fi. Дураки не воспринимают. Я вот сколько лет с Тюняевым мы боремся с этой дурью людей. Я говорю, ну, скоро чипов, ну, вот до чипов сейчас дойдем. Так, ответил. Следующий. Так и не поняла, надо гасить соду в кипятке или не надо? Знаете, под каким видео? Видео называется мое так. Так надо гасить соду кипятком или нет? А она пишет, так и не поняла, надо гасить в кипятке соду или нет? Но далее. Много лишнего. Нет упора на главное. Надо бы такую банить сразу. А может, я и забанил, просто не хочу с дебилами общаться. Может, я что-то ответил, но сейчас отвечу для многих, кто такую же фигню захочет написать. Значит, что лишнего там или не лишнего, я лучше вас знаю. Я также, мой канал все-таки не для дебилов, а для мыслящих людей. А для мыслящих людей важно не просто написать «бери палку-копалку и копай от сих пор до сих». Это для дебилов. А я объясняю ошибки, причинно-следственные связи. Почему те, кто говорили, что надо гасить кипятком, все-таки не правы? И было американское исследование, оно это доказало. И при какой же тогда температуре соду надо применить и почему? И вот там упор на все есть, на главное, на подводящее к главному. Потому что я хочу, чтобы люди не просто там верили, а знали почему. В чем вред, в чем польза, как надо поступать. И там я четко, как сейчас, пояснил, что не надо, и объяснил почему. И объяснил почему. Но есть такие идиоты, которые... И как можно не понять, когда этому посвящено видео? И я там четко это пояснил. Но не хотят, типа, терять время. Да это не потери. Это преимущество. Потому что люди, глупые, к одной и той же теме возвращаются раз под сто в свою жизнь. То они что-то верят, не верят. А здесь один раз, поняв, пропустив через разум и логику, здравый смысл, причинно-следственные связи, которые я поясняю, надо уяснить раз и на всю жизнь. И никогда уже не терять время и не касаться этого или другого, или иного вопроса. Вот, чем мои лекции еще полезны. Но они для разумных людей, не для дебилов. Следующий. Юрий Андреевич, благодарю за сильное и честное видео. Я сам веган, 8 лет. Веганское питание сложное, но возможное. Большая просьба прокомментировать, пожалуйста, продукт под названием сайтан. Это пшеничный белок. Это клейковина, очень вредно. Кстати, все эти колбасы, типа веганские, извращение страва, мясо, шашлыки веганские. Это все делается для основа пшеничный белок. То есть, глютен, тот самый глютен. И другие лектины. Это страшно вредный продукт. Это вреднее вареного крахмала. Категорически есть это нельзя. Вред или польза благодолюбия? Вред. Идем дальше. Ну и тут вот один дебил, любящий чипы. Опять нысье про вред микроволновок телефонов? Нет, это опять очередной дебил ждет, когда ему в жопу чипы вживляют. И он уже сможет спокойно кайфовать с утра до ночи, так сказать. А вот вам следующее письмо примерно про то же. Только уже, так сказать, подтверждение, что скоро будут чипы в жопу вживлять. Юрий Андреевич, буквально сегодня Apple в США запустила продажу очки. Выпустила дополнительной, какой-то дополненной реальности. Да, вот такие там Vision Pro. О, они хотят продвинуть эти очки в массы. Продвинут, конечно, и масса схапает, да. Как в свое время продвинули айфоны. Ну, очки эти по своей сути это мощнейший компьютер с дисплеями для глаз. То есть прям дисплеем Wi-Fi, Bluetooth и прочими беспроводными модулями, которые находятся в считанных сантиметрах от головы, от глаз даже, я бы сказал, человека. Очень продолжительное количество времени. Я уверяю, что все будут с утра до вечера в этих очках, как тыкаются с смартфонами. Вы вот могли бы представить лет 30 назад, 20, что будут люди как дебилы, вот так даже, я вот говорю, муж с женой в кафе сидит, и вот почти конец общества, деградация. А это будет не то слово. Не покупайте, не вздумайте. Но вы увидите, скоро все будут в таких ходить. Это, конечно, люди дебилы в основном. Я-то не сомневаюсь в безусловном вреде этих очков, как для физического, так и для психического здоровья. Но очень хотел бы увидеть ваше видео на тему, чтобы предупредить людей, пока не поздно. Вы знаете, вы покажите этим людям мое видео с Тюняевым, вот последнее, о котором я сегодня уже говорил, про люди, очнитесь или там опомнитесь, то процентные факты вреда СВЧ-излучения. Пусть они это посмотрят, пусть они под тем видео, по ссылкам, зайдут. И там есть подробные, значит, вот все, исследования наши, американские, там, ну все, с 74-го года про СВЧ-излучение. И дайте то послушать, что я сейчас объяснил по этому поводу. Лиха беда начала, начали вот просто с компьютеров проводных, и это нормально, хотя мониторы излучают, есть защитные устройства, которые снижают резонансное разрушительное воздействие от любых СВЧ, но это в разы, в сотни, в тысячи раз меньше, чем от сотовых телефонов, а они в сотни тысячи раз меньше вреда, чем от Wi-Fi, тем более от выше, которые рядом стоят, вот эти мощные. А это человек воткнет просто себе в голову, и говорит, следующий шаг будет чип в задницу, ну, в задницу условно, это просто, поскольку люди дебилы, я и говорю в задницу, они же думают в заднице, и поэтому давайте все, кстати, я тоже вам советую говорить чип в жопу, живить, потому что, ну, для дебилов, потому что они думают в жопу именно. Ну и последнее в этой связи. Очнитесь, люди. Это у меня так видео называется, вот то самое. Самоназвание ролика кричит об опасности, опасности гаджетов, ФСВЧ и прочее, о чем говорилось в ролике, пишет зритель. Нас кормят, как говорится, с ложечки, а мы люди. Никак этого не усвоим, не поймем. Не задумываемся о происходящем, об угрозе здоровья людей, наших детей. Услышать, проникнуться информацией, несущей в себе заботу о здоровье людей, безусловно. Простой пример, когда являешься невольным свидетелем, как совсем молодые люди, удивляются сами себе, жалуются друг другу о плохой памяти. Да это одна, не единственная, но одна из очень главных причин вот этой деградации, плохой памяти, усталости. Есть другие, но это тоже. Давно пора осознать, что с нами происходит. Спасибо вам, дорогие люди, за правдивую информацию, заботу о нашем здоровье. Дай вам Бог здоровья, благополучия, всех благ. Юрий Андреевич и Владимир Николаевич. И мы вас благодарим от души разумного человека за разумные слова, неравнодушного человека за крик души, за понимание этой беды, страшной проблемы и за неравнодушие к судьбе народа, будущих поколений. Что эти твари-глобалисты делают с людьми вообще? Ну что ж, дорогие товарищи, смотрите те видео, ссылки на которые я оставлю вам по одной единой ссылке под этим видео. Там же будут и ссылки на те товары, о которых шла здесь речь. Если захотите, то изучите, покупайте. Ну а мы отправляем любые наши товары, приборы, продукты в любые города России, в любые страны мира, в страны мира, где работает в этих странах почта России. Ну а по России любыми транспортными компаниями. В общем, переходите по ссылкам, все увидите. Я советую переслать вам ссылку на это мое видео, аналитическое, как и на другие из рубрики «Ответы на вопросы» своим друзьям, знакомым, близким. Размещайте мои видео в соцсетях, помогайте с продвижением этой очень важной информации. Ну а на этом все. До новых встреч. До свидания.